От слов к делу, к 2025 году Казахстан полностью перейдет на латинскую графику, а в понедельник, 11 сентября, в Астане представили проект нового казахского алфавита. Вместо 42 символов он содержит 25 основных и 8 диграфов. В азбуке нет мягкого и твердого знаков, а специфические звуки обозначаются удвоенными буквами. Североказахстанцы считают это важный шаг в развитии государственного языка. Говорят, такой алфавит намного легче, а переход на латиницу – своевременный. Мы говорим уже не о политическом факторе, а об экономическом факторе, потому что латинский язык, который является матерью английского языка, это язык современной международной экономики, это язык современной науки и техники, это язык экономических реформ. В то же время язык нашей коммуникации, язык нашего международного общения. И это очень важный социальный фактор. И я еще раз благодарю мудрое направление именно политики в отношении языка, потому что оно никакого влияния не имеет на существование других языков. В частности, на язык официальный, который используется на основе статьи 7 Конституции РК, это то, что язык официальный, русский язык, он у нас остается на основе кириллицы. Он как развивался, так и будет развиваться. Казахский язык в тюркскоязыковой группе – один из самых ярких. Латинская графика только подчеркнет его самобытность и красоту. Кроме того, на латинице сегодня пишут многие европейские страны. А так как Казахстан хочет, чтобы о его культуре знали во всем мире, чтобы быстрыми темпами развивались наука, образование, экономика, на латиницу нужно перейти. Это будет способствовать скорейшей интеграции в мировое сообщество. Спасибо.